Лабдейн, здравствуйте! Я опять в Латвии. Это Юрмала Каугури. Практически это вот теперь считается центром Каугури. Это место, вот время для лета Лайксвассерай. Ну правда, практически весь август у нас теперь уже такой. Где-то температура в основном там 17-18 иногда дождик, иногда солнце выглядывает. Но люди вот гуляют, даже тут укрылись под крышей наши знакомые птицы. Вот сегодня уже был солнце и тут практически ясное небо, а тучи уже уходят, поэтому надеюсь что скоро опять будет солнце. Ну вот так и вышло. И теперь мы у Толстинского шоссе. Это улица Звартас. И вот тут, где раньше была столовая, потом еще Чебуречная, ну теперь там Клондайка и бар. Тут начинается улица Либеш или видимо заканчивается, которую я покажу попозже в этом видео. Ну вот так сейчас выглядит Толстинское шоссе. Но тут заметно, что это изменилось от моего детства. Теперь это действительно как такое проездное шоссе. И тут кстати видно стало намного теплее. Уже 20 показывают градусов. Вот тут тоже такие красивые цветовые такие украшения сделали. И хорошая велосипедно-пешеходная дорожка. С такими ограждениями. Вот даже плюс 21 показывает. Ну примерно вот в таких границах у нас температура в основном и колебается сейчас. Вот тут такие, такая красивый ряд из деревьев. Точно не помню, были они в моем детстве или нет. Но вот по этой улице Звартас я когда-то ходил в детстве с бабушкой. А вот это, по-моему, тогда еще не было, но сделали чуть позже. Вот так выглядит вот это заведение бывшее столовое. А вот прямо напротив нее начинается улица Драудзейбас. Улица Дружба. Она даже не доходит до шоссе. Там остается вот чуть-чуть такое место для тропиночки. Иногда мы тоже ходили по ней. И вот один человек попросил мне показать эту улицу. И поскольку я вот сегодня делаю видео про Каугури, то я решил это как раз и сделать. Вот отсюда начинается частный район в Каугури. Если там многоквартирные дома по ту сторону шоссе, то тут как бы совсем другая республика. Все становится таким более утихомиренным, таким природным. И вот так. Дома, конечно, часть изменилась, но часть остались примерно такими же, какими они были примерно 40 лет назад. А это как бы часть, такой отрезок улицы Каугури. Очень удивительно, что оно тут. Но вот эти деревья, помню, еще с детства они были также тут. Некоторые дома, конечно же, новшества. Некоторые, видимо, чуть перестроены. А иногда вот сохраняется такой древний вкус. Вот в разных картах по-разному отмечают этот район. Иногда он показывается как составная часть района Каугури. А иногда как даже отдельный район, как будто разделяют Каугури и Каугур-Цимс. Хотя в моем восприятии никакого разделения не было. Были просто Каугури. Ну, хочу напомнить, что у меня еще остались два видео про Финляндию и интересный обратный путь. Я надеюсь, что эти ролики будут интересны. Но хочу вставить это видео уже про Латвию между остальными и теми последними. Потому что все же, ну, как-то хочется показать и что-то местное. Вот вдруг реально стало тепло. И теперь вот такое время, как будто лето плавно переходит в осень. Уже долго такая примерно погода держится. Я вот читал, что в России там в августе была жара. Но это, наверное, больше к югу. А вот более к северу, наверное, вот так примерно, как же у нас. Ну, по крайней мере, вот там, где я путешествовал, там тоже практически такая же держалась погода. Вот дорогие. Вот теперь можно сравнить, например, со Швецией. Ну, у нас вот, ну, правда, эти заборы в основном они такие, ну, как бы, через которых видно. То есть не сплошные. Но, тем не менее, в тех странах, если что-то и было, то очень-очень такие маленькие они были. Вот мы пришли к перекрестку. Драудзейбас ела и Кагурцем ела. Такое впечатление, что этот столб стоит еще с 70-х лет. Ну, понятно, что надписи уже другие, но как-то помнится, что в то время тоже это указатель был. Не могу не подойти чуть-чуть в эту сторону. Вот тут кафе или ресторан Куринч. Он работает. Вот видно, что уже тут приезжали машины. Хотя пока еще где-то только около 12 часов. Ну, вот. Этот же знаменитый бывший магазинчик. И вот на другой стороне такое старинное здание. Ну, как-то очень необычно все сделано так красиво. В прошлый раз, когда я снимал, вот не показал это. Поэтому хочется это показать. Тут еще такая каменная стена. И вот тут же эта улица Зваартос. Вот она с этой стороны. Вот мы как-то, помню, с бабушкой от этого магазинчика, вот шли тут налево. В основном и таким образом в центр. Ну, тут и новые дома. И вот где разница. Раньше тут был какой-то рыбозавод или что-то такое. И не было. Вот прямого прохода к морю. Сейчас, кстати, тоже тут пахнет рыбой. Что-то тут вкусное готовят, видимо. Но вот тут можно прямую пройтись к морю. И я думаю, вот здесь я так пройдусь. И потом обратно по той дороге, которая выходит на улицу Драудзибас. Вот это уже адреса улицы Калгурцема. У меня есть видео с прошлой весны, в конце апреля 2020 года. Я вот снимал, кому интересно, я прошел всю улицу Калгурцема. С конца до начала. Какие сосны маленькие. И тут какое большое, интересное дерево. Интересно, что это такое. Тополь, может быть. Ну, какое большое. И тут уже такая дорожка к морю, какие обычно у нас бывают. Через дюны. И вот надпись, что просьба не сорить. Да, за чистотой у нас следят. К сожалению, не всегда и не везде чисто, но все же стараются соблюдать. И вот море. Пришли к морю. Вот так тут у нас сегодня. Да, можно сказать, что уже уже не купальное, не пляжное время. Насчет температуры воды. Я смотрел там несколько дней назад. Показывали 16. Когда приехала, было 17. Но как-то уже было не так, чтобы вот так искупаться. Как-то казалось все же холодновато. Вот тут такое сделано прямо на пляже. Вот там сидят. Ну, а тут даже спортом занимаются. Ну, вот. Для спорта как раз самый раз. И этот маленький мыс, близ которого у нас был домик летний. Вот тут люди часто гуляют в это направление Каугури-Яунки-Мири практически весь год. И какой вот этот звук волн. Он такой как бы привычный. Как бы монотонный, но говорят, что в природе нет ничего полностью одинакового. Практически каждая волна тоже можно сказать, что разная. Как и как и каждая это снежинка или как правильно. Тоже разная оказывается. Когда природа уже как бы идет к осени. Немного такая грусть как бы где-то почувствуется. Наверное, потому, что это как бы уже конец сезона, конец жизненного цикла. и многому придется умереть. Да, такой цикл и есть. Человек ведь тоже в этой земле практически живет, можно сказать, довольно короткое время. поэтому нужно думать о том, что будет потом, потому что душа это не плоть, это разные вещи. Оказывается, вот это и то место, где от улицы Драудзейбас можно выйти к морю и обратно. Помню, в моем детстве тут была такая широкая широкая дорога, где даже грузовые машины могли ездить. А сейчас вот тут все сделано так узко, как какая-то второстепенная дорожка, где всего лишь некоторые ходят. Но все же тут весьма приятно ходить. Такая тень из лиственных деревьев. Ох, какая такая приятная прохлада. И вот тут приходит улица Калгурцема. Вот тут она. И скоро тут будет улица Драудзейбас. Выйдем на ту обратно и потом я посниму в другом месте Калгури. Там около улицы Лыбешу. Тут у меня есть специальный заказ. Я просто сделал вот это дополнение. Ну еще вот начал эту тему про жизнь. И просто вот грустно становится из тех новостей, из того, что видно, что происходит с людьми, какое безумие. охватывает все больше и больше количество людей. Это страшно даже становится. Вот у нас в эти дни прошел такой фестиваль Лампа называется. Ну как типа тема была уважение как бы. короткий момент просмотрел. Упрекнули политика министра юстиции в том, что ну как можно понять, что он типа не хочет признать однополые так называемые ну то есть считать однополых это тоже как бы семьями. Ну причем в таком демагогическом тоне. но вот даже тот сам факт, что об этом уже так открыто со сцены публично так говорят и он там ничего внятно поэтому не может сказать, а как это все одностронне идет, ну вот это это просто вызывает понятие о том, какая власть поднимается в этом мире. Да, и это тоже не секрет, это видно, что вот как раз тех власти тех представителей власти и в тех странах допустим которые ну когда стараются не признавать это все вот их как раз очень угнетают и против них стараются всякие санкции и так далее приложить. но важно ведь понять какая будет конечный итог какой будет этого всего это ведь в библии сказано что случится и тогда уже поздно будет что-то изменить поэтому человек должен сам отвечать за себя и вот потому как все происходит понятно то что никто не устоит который сам не будет стремиться к своей душевной чистоте и не будет оберегаться вот всего злого злого да потому что вот дьявол просто всех каким-то способом обманывает какой новый дом но власть сатаны не не является неограничена она ограничена поэтому человек должен во время своей жизни стараться это осознать как в чем она состоит и как от нее выйти от этой власти потому что должен быть быть какой-то более глубокий смысл для жизни это да неужели там поесть там нажить что-то что-то накопить там умножаться просто вырастить детей это совсем другое дело но вырастить это в божьем понимании а не просто так материально потому что сейчас заметно что именно молодежь молодое поколение может быть даже более злостными становятся чем их предшественники к сожалению но вот такое теперь явно намечается ну вот оставим каугурцемс каким он тут красивым выглядит и пойдем в другую часть этого района продолжу съемку с этого места это улица Нометню и тут есть рынок и вот на этом месте начинается улица Рибешу как мне писали бывшая стахановца наверное да вот точно уже не помнится мне это как ее тут называли вот тут как раз центр вакцинации где я снимал весной в апреле показывал эту огромную очередь ну по сути вот сейчас пройдусь это будет как такая ну как бы не парадная каугурь то есть зайдем в саму внутрь саму внутреннюю часть каугури и посмотрим как тут выглядит вот тут уже как бы на селе выглядит интересно вот так такой дворик здание старое а вот тут такое громадное здание такого более старого стиля тут делается ковид анализы а вот тут начинается по сути это заказ мой подписчик который является членом сообщества заказал мне снять вот такой маршрут по самой внутренности каугури да это возможно у меня есть сообщество там еще есть три степени и вот кто состоит в самой высокой степени тот может просто заказать съемку это улица Ошкална или Ошкална да Ошкална я уже немного рассказывал это насколько известно партизан был красный во время войны в риге там станция Ошкална была и улица но вот здесь еще сохранилось это название в Голубане тоже улица Ошкална по-моему тоже сохранилось название вот и дальше пойду вот через эти дома через дворы интересно тут машина выехала и вот это как называют еще в детстве помню такое название кавказские сливы иногда их называли ну вот какие тут эти дворы ну в принципе тут да площадки тут там что-то уже может вот поменялось но сами эти дворы когда тут входишь что действительно вот такое впечатление что тут почти как возвращаешься лет сорок назад в такую эпоху правда ничего на месте не стоит поэтому то что не возобновляется то конечно стареет вот только у меня остается загадкой вот где конкретно была площадка карусельная или где-то здесь среди этих домов или дальше ну вот помню я в детстве ходил но только вот где-то уже не помнится главное что ничто об этом не вспоминает где это место могло быть вот тут такая детская площадочка еще недавно я тут проходил тут были дети а теперь вот как раз нету вот этот ход в дом вот рядом с ним находится теперь муниципальное учреждение управление благосостояния юг приемельское думы и там уже сразу толстинское шоссе и еще что интересно вводит таблицка табличка фри вайфай тут доступен бесплатный интернет то есть здесь на улице зайду тут внутрь попробую да теперь тут открыто несмотря на то что вот свет зажегся ну вот это тот да ну тут выглядит так старинно это уж точно вот одна дверь и другая ну двери уже хорошо выглядит ну вот сам сам этот подъезд да ну есть так как есть а тут на этом месте видимо было детское кафе так не помнится по крайней мере вот тут уже толстинское шоссе вот тут столовая была налево и тут было такое детское кафе теперь там кажется что тоже наверное что-то есть но только непонятно что даже надписи про ковид есть ну вот а тут уже улица лебешу вот кошки ходят как в моем детстве ну наверное их меньше но все же ходят как-то заметил что в западных странах и даже у нас в некоторых городах например в Омире вот не видно чтобы так свободно гуляли кошки это еще то здание номер восемнадцать с этой дворовой стороны вот там выход к толстинскому шоссе а с этой стороны детский сад ну он уже прилично выглядит муниципальное здание у нас более-менее приведены в порядок чего не всегда можно сказать про такие где ну жилые дома хотя это тоже собственно самоуправление а этот дом Либиш 18 даже называется государственным имуществом вот как интересно как детишки играются прямо как в моем детстве мы так же бегали у дома интересно что тут очень много домов с номером толстинское шоссе 31 это даже корпус номер 19 тут очень много корпусов практически наверное все эти пятиэтажные кирпичные дома и тут вот сразу выходим уже это будет юрмальский теплоузел юрмал силтумс тут еще детский сад продолжается юрмал силтумс это то учреждение откуда нам тепло поступает квартира и вот это этот тротуарчик помню тоже с детства мы тут ходили с бабушкой мне очень нравилось через него ходить и там на пельменную можно будет можно было дойти на улицу Сколос вот так с этого места выглядит улица Ошкална и тут уже совсем немного осталось до той же нометни вот это такая внутренняя часть как между крупными улицами сколько тут еще осталось старого как бы в другое время попадаешь свернем сюда это дом Либешу 15 и вот как раз от него виден этот теплоузел дом такой интересный причем вот по-разному тут такое состояние тут такое я сам забыл но тут опять же опять же ухожено и посмотрим в двор тут тут такие клумбы из щен сделаны да двор такой интересный старый сарай да да а ну вот тут у меня знакомый человек жил ну я понимаю да понимаю понимаю все понимаю ну вот просто он хотел чтобы я показал это место где он когда-то в детстве жил там наверное во втором этаже да можно там сказать спасибо вам большое ну вот пойду тут вовнутрь да тут десятая девятая ну вот договорился с женщиной попросил тут прийти вот как тут красиво да тут действительно красиво выглядит я не извиняюсь в чем я такой знаменитый что он пригодится ну вот очень красиво кстати тут выглядит тут тоже красивые такие цветочки уютный такой дворчик знаете это поперечная улица слейтера села называется ну вот я уже не помню как там раньше какое название было или другое или как ну вот как вышло сначала там женщина которая там живет сказала что там нельзя ходить потому что частная территория но когда я объяснил причину то она даже позволила зайти в подъезд и стала весьма любезно вот тут уже мы видим тот начальный дом и здесь заканчивается улица Либеш или точнее начинается потому что тут первые номера как раз вот тут такой интересный продуктовый магазин называется мама тут уже выходим на улицу но нет тут еще несколько магазинов но сегодня воскресенье наверное поэтому они закрыты а в целом тут весьма оживленно это видимо самая оживленная часть в Каугури ну плюс еще где супермаркеты хотя в принципе во всех Каугури оживленно потому что тут живут около 20 тысяч человек ну что видимо с этим я и закончу свой сегодняшний видео обзор спасибо что смотрели это было такое больше специально заказанное но я очень надеюсь что и для других тоже это было интересно значит всего вам доброго у меня есть цель еще парочку видео от путешествия выложить и потом уже опять есть некоторые идеи в том числе и частично вне Латвии так что всего доброго и до новых встреч до новых до новых до новых до новых Продолжение следует...